В Московской области проходит акция «Семьи героев», а сегодня, 7 мая, в Раменском открылась фотовыставка, которая называется просто «Вернись». Участницами фотовыставки стали женщины, жены героев, участников специальной военной операции. Молиться, ждать, беречь очаг и поддерживать, несмотря на то, что тяжело не терять веру. Жены бойцов, участников СВО – это тыл, который в любое тяжелое время остается одной из самых важных составляющих. Всю жизнь, наверное, память будет. Когда все дело закончится, будет, наверное, приятно все это вспоминать, рассматривать фотографии, вспоминать это время, все эти переживания и думать о хорошем. Этот уникальный проект зародился в Самаре и сегодня реализуется во всех регионах нашей страны. Местное отделение Союза женщин России, Раменское отделение, тоже поддержало этот федеральный проект. Фотографии, представленные на выставке в ДК имени Воровского, выполнены профессиональными фотографами – Александром Федоровым, Еленой Лат, Валерием Королевым и Надеждой Семеновой при поддержке Жемели Каюмовой. Изначально планировалось просто сделать фотографии для женщин, их было всего трое, и, может быть, они бы с этими фотографиями смогли присоединиться к большой выставке Московской области и так далее. То есть здесь выставку мы сначально не планировали. Потом пришли еще 10, потом пришли еще 12, и после этого мы поняли, что надо выходить уже к администрации и говорить, что вот так и так у нас набралась уже выставка, и нам помогли, поддержали, и вот выставка есть. Обычные, может быть, не знаю, человеческие чувства. Почему? Потому что всегда, когда работаешь с людьми, тем более касаешься такой вот темы, скажем так, ну, чувства, есть, во-первых, конечно, в первую очередь чувства сопереживания. Мы, в общем-то, сделали все возможное для того, чтобы женщины не чувствовали себя оторванными и организовали специальные чаты, где каждый из вас, в общем-то, участвует. Я знаю, иногда захожу, читаю, там, о чем идет разговор, какие нужды вообще семьи испытывают. Пытаемся в этих нуждах поучаствовать. Здесь работа всей администрации, социального блока и благоустройство, да все вместе. Буквально позавчера мы отправили очередной конвой. Невозможно представить, что творится в душе у каждой из этих женщин на самом деле. Что скрывается за этой стойкостью и мужеством. Сколько слез украткой проливает каждая из них, и сколько веры умещает в своем сердце. Их мужьям необходимо чувствовать и знать это. Константин Симонов в былое время передал чувства в поэтических строках. «Не понять, не ждавшим им, как среди огня, ожиданием своим, ты спасла меня». «Как я выжил, будем знать только мы с тобой. Просто ты умела ждать, как никто другой». Дорогой мой, ты всегда хотел участвовать в жизни нашей страны, той, которую мы так сильно любим. Сейчас ты там, на передовой, где настоящий ад, пережить который можно только веря в нашу любовь и в нашу преданность. Мы будем молиться Богородице, потому что ее заступничество имеет огромную силу. И ты вернешься, и привычно скажешь, будем жить.